Солнце стало мало нам, ветер завывает Диким воем облака Сердце тихо плачет и болит, но как? Затянулось небо черным одеялом Да, день чернее ночи Солнце стало мало нам, ветер завывает Диким воем облака Сердце тихо плачет и болит, но как? Ну что же, всем здорова, с вами Даник, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о всех поломках скутера, которые на нем происходили. В общем-то, ребята, перед началом видоса обязательно прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, пишите свои царские комментарии, но мы немедленно и погнали уже к просмотру данного видоса. Ребята, согласитесь, задний фон очень классный, если что, это небо, я стою сейчас на таком бугорке, тут летают мошки всякие, в общем-то, погода классная. Сегодня птички пели, 18 градусов тепла, короче, ребята, ладно, при покупке скутера мне было 4 года, да, мне было 4 года, когда его купили. Ну и в общем-то, катались, они на нем ездили, они кукурузу на нем возили, всякое такое, ну, для хозяйства покупали. Иногда папа там в карбюратор лазил, так дальше, чистил все, настраивал карбюратор, все это делал, и один раз случился такой момент, что он поломался. Неизвестно, что было там поломано, ну и в общем-то, родители сдали в ремонт этот скутер, потом его отдали обратно, он поездил недолгое количество времени, потом родители купили еще один скутер за 5,000 гривен, на то время курс был 1,5, и они заплатили этим скутером за ремонт того скутера, который у меня есть сейчас. Ну и как раз таки в тот момент скутер поменял свой цвет, он изначально был, изначально был такого темно-зеленого цвета, потом он стал все-таки синим. Ну и потом началось, сейчас я вам расскажу те поломки, которые я уже знаю, и там их было очень и очень много. Было поменяно за все время пользование скутера 4 карбюратора, также маме надоело, что все время забивался воздушный фильтр, и в итоге мама поставила в этот скутер воздушный фильтр с машиной. Ну и все, и больше проблем с воздуханом не было. Часто менялась крышка, которая идет там, где ножка, ну думаю вы меня поняли, я вам сейчас фрагмент из видосов вставлю обязательно, покажу, что это за крышка. Частенько она менялась, было вроде бы 3 или 4 меняных крышки, одна, кстати, была меняна недавно. В тот момент, когда я забрал себе этот скутер, там были следующие поломки. Надо было покупать новый карбюратор, потому что старому была хана, ну как раньше мои родители не пробовали чистить эти карбюраторы, они, к сожалению, больше не хотели работать. Ну или работали, но очень плохо, и все время мотоцикл перестал заводиться. Ну в общем-то, купила новый карбюратор и новый бак. Почему новый бак покупал? Да потому что старый был ржавый, прогнивший, в одном месте была дырочка, с которой и вытекал бензин. Поэтому долго бы на нем нельзя было проехаться. Да и тем более он бы не заводился со старым карбюратором. Как моя мама мне рассказывала, когда они забрали этот скутер с ремонта, то он поработал не совсем долгое количество времени. Мама на нем выехала 4 раза, по кукурузу и так дальше, и все, он ломался. Ребята, поршневая на этом скутере никогда не менялась. За эти 14 лет поршневую никто ни разу не менял. Фум, это просто. Поршневая 14 лет стоит. На скутере отъездили сколько? Ну лет 6-7 примерно. И половину из этого времени он тупо стоял до моего прихода. Честно, я бы хотел посмотреть, как выглядел мой скутер раньше, но нету такой возможности. Так бы я вам обязательно показал. Ну а так он пока что синего цвета. Когда приеду домой, я обязательно поменяю поршневую и будут покатушки на скутере. Кстати, ребята, там это, в конце видоса будет пасхалочка к одному из будущих видосов, который вас повергнет в шок. Так что обязательно досматриваю видос до конца. Может быть я в середину ставлю, а может быть в конец. Сами все увидите. В скутере была огромная проблема с проводкой. В итоге проводка сейчас вообще не работает. Ну ладно, там стартер работает кое-как. Можно глушить, можно заводить. Ну в общем-то, была огромная проблема с проводкой, когда родители забрали его первый, второй, третий раз с ремонта. Они немного поездили и все, и проводка опять обрывалась. И больше не работал ни свет, ни поворотники, ничего. Поворотники, кстати, стоят от Явы. Да, поворотники от Явы стоят на этом скутере. Очень часто мои родители меняли на этом скутере аккумулятор. Тем более, вот недавно я тоже докупил аккумулятор туда. И он ездил, пока не пришла беда и не пришлось менять поршневую. Сейчас он стоит с старой поршневой, и поэтому он не ездит. Тем более, я сейчас не могу попасть в село, поэтому не могу отремонтировать. Один раз родители меняли выхлопную трубу, потому что первая прогорела, а вторая нормальная, держится бодрячком. Неизвестно, почему первый раз она прогорела, но каким-то чудом это все-таки случилось. Ребята, прошу прощения, что вот так вот поверхностно я вам это все рассказываю. Но, честно, вот самые вот эти вот детали, углубления, я, ну, родители не помню, потому что это было очень давно. За то время у них уже побывало три машины. Сейчас появилась, кстати, новая. Когда приеду в село, обязательно запишу с ней видосик, покажу, что это за машина. Но скажу так, это Хонда. Так что вот думайте, какая это Хонда в комментариях. Были также на этом скутере и падения. Поэтому кое-где пластик у меня побитый, кое-где он приделан всякими железячками. Но с кем не бывает, падения бывают с каждым, тем более, когда на нем едет много груза. Человек и еще куча мешков со всякой кукурузой, со всякой картошкой и все в этом духе. Но скажу так, скутер держится и держался молодцом. Он столько всего перетянул на себе. Это просто, я не знаю, как это назвать. У меня бы альфочка столько не утянула. Она бы, не знаю, она бы подохла там на половине этого всего пути. Ну, это лично мое мнение, потому что на альфу так много не загрузишь, как на этот же скутер. Мои родители этот скутер на то время покупали за 1000 долларов. Ладно, почти 1000 долларов, 980 долларов на то время. Тогда был курс 1 к 5, а него взяли за 4800 гривен. Сейчас бы они такой мне мотоцикл купили. Ну, или себе хотя бы. Ну, в общем-то, это капец. 1000 баксов. Но зато с помощью этого скутера они заработали себе на первую машину, на Жигули. Они довольно в хорошем состоянии раньше были. Но в итоге они их продали. И раньше на скутере был рабочий показыватель бензина. Сколько там бензина, сколько заполнено бака, сколько пусто. Но потом, когда я поменял бак, он больше не работал. Потому что бак немножко был не такой по размерам. Ну и в общем-то пришлось кое-что там поменять, кое-что там подстелить, резиновую прокладку сделать. Ну, в общем-то, сколько бензина там не показывает. Ну, думаю, те, кто любит мотоциклы, они и так могут поболтать и увидеть, сколько там бензина. Также одна из тех проблем, которые присутствуют на данный момент, это не показывает спидометр. Он не работает. Получается, там либо тросик отсоединился, либо просто надо покупать новый тросик из-за того, что его передавило. Надо также докупить тросик переднего тормоза, потому что не работает. Сзади колодки хорошие. За 14 лет они ни разу не менялись. Не знаю, как это работает, как они до сих пор в рабочем состоянии, но, в общем-то, они работают. Я, честно, удивлен. Он ездит не так быстро. Его, когда покупали, он по документам ишел 50 кубиков. Ну, потому что раньше права не надо были на 50-кубовых скутерах. Ну, а на самом деле там было 80 кубиков. А вот остальные детали. Еще одна сидушка, две выхлопных, ножки. Ребята, прошу прощения, что вот так вот я все поверхностно вам рассказываю. Ну, потому что все поломки, они происходили очень давно. А те поломки, которые были при мне, они незначительные. Поршневой хана, тросики, тросик переднего тормоза и тросик до спидометра. Также из-за меня не работает датчик бензина, потому что я... Ну, не было таких баков, которые стояли раньше на этом скутере. В общем-то, пришлось заказать похожий и как-то его туда впихнуть. Надо будет также поменять там фильтр, потому что тот фильтр, который стоит сейчас, он никак не помогает. Так что надо будет еще вкинуть туда денежек так приличным, около полутора тысячи. Ну, это лично мое мнение. Ребята, если вы, конечно, знаете, я вам сейчас расскажу одну информацию. Мои родители доезжали до города раньше за 10-15 минут, а до города этого 20 километров. И я немножко удивлен, как они так быстро ехали. В то время, когда я летом мог проехать эти 5 километров за те полчаса. У меня... Он стал ехать медленнее. Если у вас какое-то есть предположение, напишите об этом в комментах. Скорее всего, поршневая, но, честно, если вы знаете, напишите об этом в комментах. Ребята, будет очень важно это послушать. Ну и в общем-то, ребята, о всех поломках я вам рассказал. Ну и в общем-то, ребята, и вот такой вот видосик у нас получился. Если вам это видео понравилось, если вы узнали об этом в скутере что-то новенькое, обязательно прожимайте лайкосик, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, пишите свои царские комментарии. Ну а с тобой был Даник, увидимся уже в следующем видео. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok